Зима. Вы можете ее любить или ненавидеть, но отрицать особую красоту этого времени года невозможно. С чем ассоциируется зима? Конечно, со снегом. Именно он придает особую, я бы даже сказал, сказочную атмосферу зиме. Мы с вами везунчики в этом плане. В нашей стране есть много мест, где можно насладиться настоящей зимой. И это даже несмотря на то, что в последнее время все чаще происходят погодные аномалии. В прошлом году, например, в Петербурге снега не было на протяжении всей зимы, а сейчас за окном мороз. Но ледники не перестают таять. Возможно ли то, что в скором времени снег станет скорее редкостью, и мы с вами сможем насладиться им лишь с полотен художников? Надеюсь, что нет. Не будем о грустном. Давайте посмотрим, как представляют в своем воображении зиму художники. Причем я предлагаю рассмотреть самые необычные и таинственные зимние пейзажи великих творцов со всего мира. Пьер-Ангюст Ренуар. Фигуристы в Булонском лесу. Картина французского живописца, одного из основных представителей импрессионизма, меня особенно заинтересовала. Посмотрите мой ролик про мрачные картины великих художников. Там я говорил, что такие работы особенно выделяются в творчестве импрессионистов. Ренуар известен как мастер светского портрета, не лишенного сентиментальности. Развлечения состоятельных парижан, купальщицы, красочные натюрморты. Все это сопровождалось приятными, преимущественно яркими оттенками. И казалось бы, зима у Ренуара должна быть хотя бы солнечной. Но здесь мы видим довольно мрачный зимний пейзаж в пасмурную погоду. Как известно, Ренуар не очень любил зимнюю пору, испытывал неприязнь к холоду и снегу. Поэтому это не просто одна из его самых мрачных картин, но и одна из немногих картин, посвященных зиме. Полотно изображает снежный пейзаж с парижанами, молодыми и старыми, которые проводят свое свободное время на замерзшем парковом озере. В работе можно увидеть несколько собак, что отражает тематический интерес Ренуара к жизни парижской буржуазии. Картина написана в холодный зимний месяц января 1868 года. Газеты сообщали, что в то время были зафиксированы очень низкие температуры, позволяющие людям ходить по сене и кататься на коньках по рекам и ручьям. Эдвард Мунк. Первый снег на авеню. У Эдварда Мунка зимних пейзажей значительно больше, чем у Ренуара, и все они продолжают меланхоличную тематику творчества Мунка. Особенно выделяется картина под названием «Первый снег на авеню» 1906 года. Есть что-то особенное в изображении Мунком заснеженной улицы. Художник не прибегает к исключительно мрачным оттенкам, словно придавая насыщенность зимнему пейзажу. Резкий контраст заснеженной улицы с коричневыми, черными и красными деревьями, небом и фигурами, создает гармоничный снежный пейзаж. Хотя может показаться, что это ранний снег среди поздней осени, когда деревья еще не скинули листья. Возможно, это так. Но все-таки меланхолия. Она не покидает картины Мунка. Это безликая пара, подобная деревьям и траве. Они погружаются во мрак бесцветной зимы. Эти теплые оттенки скоро исчезнут. Казимир Малевич. Утро после вьюги в деревне. Казимир Малевич также дает цветовое разнообразие зимнему пейзажу. При этом он отдает предпочтение трем цветам. Синему, красному и серому. И несмотря на этакий кубофутуризм, мы прекрасно узнаем зимний деревенский пейзаж. Надо отметить, что эта работа принесла Малевичу коммерческий успех. Продал свою зимку за 2000 рубликов. Так написал Малевич об этой работе после выставки в Берлине в мае 1927 года. Любопытно также, что в этой работе арт-критики усмотрели политический подтекст, что якобы не случайно Малевич пишет крестьян в преддверии революции. Художественный критик Яков Тугенхольд в 1913 году так отозвался об этой работе. Потешное объединение футуризма с национализмом у Малевича. Как патриот он окрашивает мир в цвета национального флага, а как футурист подает его в форме паровых котлов и запирает бедных российских мужиков и баб в блестящий панцирь промышленности. Борис Кустодиев. Балаганы. Зимние пейзажи Кустодиева – уникальное явление в изобразительном искусстве. Это крайне яркие и красочные работы, которые всегда передают атмосферу радости и праздника, а самое главное – в них чувствуется настоящий русский дух. Эта картина, под названием «Балаганы», особенно интересно смотрится после мрачных холстов Ренуара и Мунка. Ведь, по сути, перед нами не существующий в реальности пейзаж. Кустодиев часто писал «Зимние гуляния», если так можно выразиться, из главы. Более того, живописец был прикован к инвалидному креслу, испытывал сильные боли и страдания. Федор Шаляпин как-то написал о Кустодиеве. Многие ли знали, что сам этот веселый и радующий Кустодиев был физически беспомощный мученик-инвалид? Здесь стоит обратить внимание и на дату написания этой картины. Были ли в нашей стране в это время такие яркие и веселые балаганы? Художник сквозь боль в нищете в Петрограде изображал воспоминания о другом, уже утерянном мире, мире, которым он так и не смог насладиться. Он смотрел в свое единственное окно, и каждый раз мрачный городской пейзаж преображался в зимнюю сельскую местность, где вечно царят Масленица и Веселье. Рене Магрит. Потерянный жокей. Известная и, пожалуй, ключевая тема Магрита «Потерянный жокей» раскрывалась много раз на протяжении всей творческой жизни художника. Впервые жокей появляется словно на сцене. Картина написана в 1926. Сам Магрит признался, что это его первая удачная работа, хотя она подверглась критике. Но это художника не остановило, и в 1948 году «Потерянный жокей» вдруг оказывается посреди пустынного зимнего пейзажа. Деревья здесь немного пугают. Они одинаковые, в форме капли, ветви пустые. Они сильно выделяются, я бы сказал, въедаются в странный желтоватый фон. Мы словно смотрим на отравленный мир. Жокей давно сбился с пути и непрерывно продолжает свой новый путь в неизвестность, будто он механическая игрушка. Но остановимся на зиме. У Магрита не так много зимних пейзажей. Почему он выбрал именно зиму для своего любимого жокея? Возможно ли это, что зима и снег добавляют абсурдности происходящему? И как бы подчеркивает, что жокей настолько потерян, что не чувствует даже холода, не ощущает снег? Насколько художник был потерян в этом мире, и как далеко его погружает мысль в мрачный зимний пейзаж? Семен Павлов, Василий Островский пейзаж. В продолжение темы без времени, где люди исчезают и пейзаж становится пронизан чувством одиночества. Такой работой стала картина петроградского художника Семена Андреевича Павлова под названием «Василий Островский пейзаж». Я думаю, тех, кто родился и живет в Петербурге. Такой пейзаж не может оставить равнодушным. С тех пор многое поменялось, но эти пустынные дворы меж колодцами в зимний вечер, кажется, застряли во времени. Пасмурное небо, темные деревья вместе с мощными кирпичными домами производят гнетущее впечатление. Света в окнах нет. На людское присутствие намекают лишь объявления с надписями «Бани» и «Пивная». Но они такие же мертвые, как и все здесь. В ту пору пиво в стране не выкупалось. Кстати, могу предположить, что находится это где-то на 17-й линии Васильевского острова, недалеко от Среднего проспекта. Вот как это выглядит на гугл-картах. Хотя я могу ошибаться, повторю, что с тех пор многое изменилось. Иван Шишкин. На севере диком. Одиночество и забвение. Слова, которые часто характеризуют многие зимние пейзажи. Шишкин – мастер зимних картин. Я думаю, многие из вас лично в этом убедились, потому как его работы часто становятся объектами школьных сочинений. Картина на севере диком написана по известному стихотворению Лермонтова. На севере диком стоит одиноко и отлично его иллюстрирует. Шишкин прекрасно передает одиночество и тоску, которые Лермонтов отражает в своих строках. Они, кстати сказать, являются переводом стихотворения Генриха Гейне об одиночестве и горечи неразделенной любви. Художник Витольд Белоницкий-Бируля заметил. Я убежден, что если бы Лермонтов увидел картину Шишкина, он был бы счастлив. Хотя, стоит заметить, что и сам художник переживал не лучшие годы. Он потерял жену, а дочь переехала к мужу в Финляндию. Одинокое заснеженное дерево на краю бездонного обрыва кажется единственным живым существом здесь. Живым? Оно скорее подобно монстру среди мертвого снежного мира. Ведь дерево растет, казалось бы, там, где жизнь невозможна. За деревом бескрайняя пустота. Мистическую и призрачную атмосферу создает и лунный свет. Хотя мы не видим само светило, но можно с уверенностью сказать, что это полнолуние. Ибо свет озаряет глубокое ущелье, пустынную даль, плывущие изумрудно-белесые облака. Шишкин прекрасно работает с цветом. Богатые оттенки снежного покрова восхищают. Джованни Сигантини. Наказание сладострастия. Итальянский художник-пейзажист Джованни Сигантини любил зиму. Она часто фигурирует на его картинах. На художника повлияли такие направления, как символизм и дивизионизм. Он начал создавать аллегорические тюды, где в центре внимания тусклые, заснеженные, ярко освещенные пейзажи Альп. Он пишет картину с говорящим названием «Наказание сладострастия» в 1891 году. Это была ранняя работа в тематической серии «Злые матери». Посреди снежного пейзажа парят две женщины с рыжими волосами. Они похожи на сосну Шишкина, такие же пленницы Вечного Мороза и Одиночества. Тем не менее, в их, казалось бы, спокойной левитации есть что-то угрожающее. Здесь можно вспомнить мой предыдущий ролик про роковых женщин в искусстве. В те времена образ роковой женщины хорошо прижился в европейской культуре, и рыжий цвет волос часто становился атрибутом блудниц, ведьм и предателей. Здесь Джованни показывает женщин, наказанных за то, что они предпочли жизнь без детей. Они подвешены за это среди бесплодных ландшафтов Альп. Зима в данном случае означает, что все вокруг мертвое, что эти женщины не дали плодов. Возможно, художник обращается к такой теме из-за своего тяжелого детства, ведь он рано потерял мать. Джованни был воспитан в католической семье и твердо верил, что роль женщины – быть матерью. Вдохновением послужила поэма Луиджи Иллика «Нирвана», где описывается место, куда попадают женщины, которые избавились от ребенка. Так злая мать в серо-голубой долине, покрытой вечной льдом, где не растет ни ветвь, ни цветок, всегда наказана. Вот что говорил Джованни Сигантини о картине «Наказание наслаждения». Я наказал сладострастных женщин в ледяной и снежной нирване. Их тела, парящие в воздухе без крыльев, отдавшиеся боли, видны на фоне заходящего солнца. И в этом смысл картины, написанной в симфонии белых, голубых, серебряных и золотых тонов. Стоит еще добавить, что Джованни жалел таких женщин. Можно предположить, что их грех может быть искуплен. Ведь этот суровый пейзаж не назовешь неприятным. Художник считал горы своим духовным домом, а засохшие деревья символизируют возможное возвращение к жизни весной. Иероним Босх. Сад земных наслаждений. Вы скажете, ну ты совсем загнул. Снова Босх. А у него-то откуда зимние пейзажи? Причем тут вообще зима? Картины Босха, как известно, можно трактовать вечно. Искусствоведы до сих пор ломают голову над его картинами. Вы не поверите, но в почти самом центре правой створки триптиха, сад земных наслаждений, который изображает ад, есть странный ледяной водоем или река. Мы привыкли, что ад в основном это огонь и котлы. Однако в средние века встречались описания ада, где присутствовали лед и холод. Вспомните последний круг ада в божественной комедии, где грешники вмерзли в лед по шею, и лица их обращены к низу. Босх изображая замерзшую воду, где на коньках балансируют грешники. Один из них проваливается под лед и тонет. Другой грешник словно направляется к нему, чтобы его спасти. Рядом фигура человека, который уже вмерз в лед. Здесь также передвигается на коньках зловещее существо с луком и стрелами. Возможно, оно вылавливает грешников на льду, охотясь на них. Клод Моне. Поезд в снегу. Локомотив. Еще одна способность холода в том, что он замораживает почти все живое. Холод словно останавливает время. Клод Моне в этом зимнем пейзаже соединяет природу и технологии. Перед нами мощный поезд, который буквально разбивает зимнее забвение. Но в работе ощущается все та же тишина зимней природы. Короткие мазки кисти придают текстуру деревянным столбам забора и дыму от поезда. Зимний день и обстановка также передают это ощущение тишины. Отсутствие солнца намекает на вневременное состояние, как если бы это событие могло быть в любое время суток. На миг кажется, что этот поезд застыл, замерз и не смог нарушить зимний покой. Утагава Хиросиге. Заснеженное ущелье. Хиросиге начал свою карьеру художника примерно в 15 лет. Он был учеником Утагавы Тойохару, одного из начинателей жанра пейзажа. Особая любовь к заснеженным пейзажам и падающему снегу пронизывает творчество Утагава Хиросиге. В этой снежной сцене одно из лучших у художника, вероятно созданной в 1841 году фигура, пересекающая мост, а также люди в лодках на реке Фудзикава настолько малы, что становятся почти частью природы, подчеркивая монументальность гор. Хиросиге создает тихую поэзию пейзажа. Куну Амьет. Снежный пейзаж. Глубокая зима. Глядя на картину швейцарского художника Куну Амьета под названием «Снежный пейзаж», также известный под другим названием «Снежный пейзаж лыжникам», трудно себе представить ее реальный размер. Вам может показаться, что это небольшая работа, которая спокойно поместится над вашей кроватью, но на самом деле она написана на огромном холсте размером более 4 квадратных метров. Столько снега вы не встретите в музее Арсе в Париже. Надо отметить, что заполнить почти полностью холст снегом – довольно рискованная концепция, особенно для 1904 года. Но картина работает. Широкая яркая снежная поверхность пестрит тонкими оттенками белого, синего и серого. Небольшие мазки сливаются в гипнотизирующий, почти абстрактный образ. Но одинокий лыжник, помещенный в центр композиции, напоминает зрителю, что он смотрит именно на снежный пейзаж. На этой картине есть еще одна любопытная деталь. Если мы посмотрим выше, то можно заметить цветовой контраст, который представлен в виде поля и деревьев. Они не напоминают нам о зиме. Кажется, что лыжник и эта огромная снежная глыба, подобно метеориту, упали из другого зимнего мира посреди солнечного, возможно осеннего поля. Ну а с вами был канал Дом среди лавров. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо, что ставите лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм, на группу вконтакте. Если вы хотите послушать и приобрести мою музыку, которая кстати звучит в этом выпуске, заходите на мою страничку в Bandcamp. Все ссылки вы найдете в описании. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующих выпусках.